Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги «Тавид». И сегодня мы будем читать третью главу этой книги. Здесь с первого по шестой стих дается молитва «Тавито». После того, как жена его обличила, и он пребывает в болезни глаз, бельма появились на его глазах. Далее, седьмого стиха по десятый говорится о том, как Асмадей, это злобный бес, умерщвляет мужей Сары одного за другим. И с одиннадцатого стиха до пятнадцатого молитва Сары, а шестнадцатого и до конца говорится о том, как Бог слышит молитвы и Тавито, и Сары. Итак, молитва Тавито. Тавито говорит от первого лица. «Опечалившись, я заплакал и молился со скорбью, говоря». Действительно, было основание для плача. Казалось бы, он делал добрые тела, погребал мертвых, то есть действовал в соответствии с заповедью Бога. А тут на него гонение. Господь попустил, что бельму у него на глазах, он стал плохо видеть, конфликт с супругой. «Опечалившись, я заплакал и молился со скорбью, говоря, «Праведен Ты, Господи, и все дела Твои, и все пути Твои, милость и истина, и судом истинно, и правым судишь Ты вовек». Хотя Тавид не понимал, почему Господь так поступил, он принимает это как из рук Божьих. «Вспомни меня и презри на меня, не наказывай меня за грехи мои и заблуждения мои и отцов моих, которыми они согрешили пред Тобою». Вот здесь Тавид раскрывает точку зрения древних иудеев, что человек может страдать не только за свои собственные грехи, но и за грехи своих родителей, где они поступали неправильно. Человек может страдать из-за заблуждения отцов своих, которыми они согрешили пред Богом. Четвертый стих. «Ибо они не послушали заповедей Твоих, и Ты предал нас на расхищение, пленение и смерть, и в притчу, в притчу, то есть в анекдоты, поношение пред всеми народами, между которыми мы рассеяли». Действительно, существует очень много анекдотов про евреев. Кстати, чаще евреи, они сами как бы рассказывают эти анекдоты, потому что даже в трудных обстоятельствах чувство юмора не покидает этих людей. Пятый стих. «И поистине многие и праведно суды Твои». Он как бы соглашается с тем, что если он не виновен, но на нем лежат преступления его отцов, хотя он не оспаривает возможную свою вину. «И поистине многие и праведно суды Твои делать со мной по грехам моим и грехам отцов моих, потому что не исполняли заповедей Твоих и не поступали по правде пред Тобой». Конечно, тяжело человеку переносить поношение, какой-то свой адрес, клеветы, оскорбления, терпеть какую-то немощь, болезнь. Особенно, когда человек не видит причину для всего этого в своей жизни, он считает, что он не заслужил, но должен проявлять некое такое смирение. «Итак, твори со мной, что тебе благоугодно, повели взять дух мой, то есть он готов даже умереть, чтобы я разрешился и обратился в землю, и во мне лучше умереть, нежели жить, так как я слышу лживые упреки и глубока скорбь во мне. Повели освободить меня от этой тяготы в обитель вечную и не отвратилица от его от меня». То есть он устал. Прежде всего, от лживых упреков. Конечно, здесь имеется в виду не его жена, с которой тоже у него был конфликт. Скорее всего, это лживые упреки, то есть клеветы, которые возводили на него. Далее мы читаем, «В тот самый день случилось и Саре, дочери Рагуиловой, в Экботанах медийских, терпеть укоризны от служанок отца своего за то, что она была отдаваема семи мужьям, но Асмадей, это бес, злой дух умершвлял их, прежде, нежели они были с ней, как женою. Они говорили ей, «Разве тебе неизвестно, что ты задушила мужей твоих?» То есть вот эта Сара, она неоднократно выходила замуж, но в брачную ночь, прежде, чем она стала бы женщиной, вот этот злой дух Асмадей, он душил ее женихов. И люди начинают упрекать ее, что, наверное, тут есть какая-то вина, как будто она сама задушила этих своих женихов. В христианской традиции Асмадей — это бес блуда. Но в целом Асмадей означает, вероятно, губитель. Вторая царей 24-16, он называется истребитель. В премудростях 18-25, тоже в Откровении 9-11, «Ангел бездны». Асмадей встречается и в апокрифической книге «Завещание Соломона», где он представлен, как и здесь, и в послебиблейском иудаизме, как враг брачного союза, то есть будучи бесом блуда, он все время как бы препятствует людям вступать в нормальные брачные отношения. И вот люди выговаривали этой царе, уже семерых ты имела, но не назвалась именем ни одного из них, что нас бить за них, то есть мы как бы не виноваты, они умерли, иди и ты за ними, то есть тебе надо идти на тот свет, чтобы нам не видеть твоего сына или дочери вовек. То есть это были как бы несправедливые обвинения этой девицы. Услышав это, она весьма опечалилась, так что решилась, было лишить себя жизни, но подумала, я одна у отца моего, если сделаю это, бесчестьем ему будет, и я сведу старый сего с печалью в преисподнюю. То есть получается, что в одно и то же время молились два человека. Молился Тавид, и в достаточном удалении от него молилась эта девица Сара. Тавид умолял Бога, ну прекрати мою жизнь, лучше на небесах, я устал от клеветы, от той грязи, которые выливают на мою голову, а Сара прямо молилась о смерти, потому что она не могла переносить те несправедливые, в общем-то, упреки, которые ей выдвигались. И вот далее говорится о молитве Сары с 11 стиха по 15. «И стала она молиться у окна, и говорила, «Благословен ты, Господи, Боже мой!» По-еврейски это Барух, Ата, Адонай, Элокейно. «И благословено имя Твое, Святое, и славное вовеки, да благословляют Тебя, да благословляют Тебя все творения Твои вовек. И ныне к Тебе, Господи, обращаю очи мои и лицо мое, молю, возьми меня от земли сей, и не дай мне слышать еще укоризны». То есть для человека слышать какие-то укоризны, клеветы — это хуже смерти, потому что когда против человека выдвигают какие-то грубые обвинения, это такой род киллерства, то есть человека убивают в нравственно-моральном смысле, умершвляют и в социальном смысле, потому что он становится изгоем в обществе, из-за этих клевет, то есть смерть социальная наступает прежде смерти физической. «Ты знаешь, Господи, что я чиста от всякого греха с мужем», то есть она никого не душила, «и не обесчестила имени моего, ни имени отца моего, в земле плена моего», к тому же они все на чужбине, «я единородный у отца моего, и нет у него сына, который мог бы наследовать ему, ни брата близкого, ни сына братнего, которому я могла бы сберечь себя в жену», это имеется в виду по закону либератного брака, «уже семеро погибли у меня, для чего же мне жить?» Действительно, похоронить семь женихов – это очень тягостно, это какой-то кошмар. «А если не угодно тебе умертвить меня, то благоволи презреть на меня и помиловать меня, чтобы мне не слышать боли у коризны». Вот здесь она говорит то, что может сказать каждый оклеветанный. «А если не угодно тебе умертвить меня, то благоволи презреть на меня и помиловать меня, чтобы мне не слышать боли у коризны». То есть я не смогу жить с этими у коризнами, я не смогу жить с этими обвинениями. Конечно, есть люди, которые без всякого зазрения совести, они живут, несмотря на те обвинения, там, лживые или подлинные, которые на них возводятся, но есть люди, которые очень тяжело все это переживают. И что происходит? Молятся два человека, одно Бог вездесущий, всеведущий и всезнающий. И мы читаем 16 стих. «И услышана была молитва обоих пред славой великого Бога, и послан был Рафаил». Это архангел Рафаил. «Исцелить обоих, снять бельма у Тавита, и Сару, дочь Рагуилову, дать в жену Товии, сыну Тавитову, который молился, связав Асмадея, злого духа, ибо Товии, Товии предназначено наследовать ее». Вот почему умирали эти мужчины, потому что Саре был предназначен этот муж. «И в одно и то же время Тавит по возвращении вошел в дом свой, а Сара, дочь Рагуила, сошла с горницы своей». То есть Бог как бы двигает нас иногда на встречу друг к другу, и он объединяет людей с похожими страданиями, переживаниями. Рафаил в иудейской традиции это особый ангел-хранитель, который занимается сватовством. У евреев было три великих добродетели, которые можно было совершать даже в шаббат, то есть в субботу. Это хоронить мертвых, чем занимался Тавит. Это заниматься сватовством и посещать больных. Вот Рафаил, этот архангел, он как раз занимается и тем, и тем, и тем. Но прежде всего он помогает брачующимся сойтись и лечит больных. А добродетель погребения мертвых это, конечно, больше подвиг Тавита. Таким образом, посланный к Тавиту и Саре был сначала посредником, возносящим их молитву к Богу. Об этом мы видим 12.12 и 5.4 этой же книги. КОНЕЦ